Привет! Я пришла с той стороны, со стороны третьей лесополосы, где я собирала свою кошку искать. Изнутри я искала, снаружи хотел. Там, где я рассказывала, что зайцы бегут. Я дошла вот до такого наибухода. Это, ну, можно сказать, даже и не только для среднего класса, но и для обеспеченных людей очень, для очень обеспеченных людей. Называется Глен Эллен. Вот здесь вот так красиво. Ну, я так думаю, что вот этот сам, это наибуход, городок, так сказать, он очень большой, очень большой, и там между ними нет заборчика, наверное. Ну, в том смысле, что наибуходы не огораживаются. Вот здесь вот на полях что-то растет, и мне все время кажется, что это хлопок, и какая-то вот радость подкатывает. Вот в Алабаме мне что нравилось, там везде хлопок рос, хоть и дожди были страшные. И я потом как-нибудь про это расскажу, про хлопок, про тем хлопка. И не знаю, что это растет такое. Наверное, здесь хлопок не выращивают, так ввести в соображении, что хорошо растут продукты, и лучше они продукты будут выращивать здесь, продукты питания. Вот я захожу сюда. Видео, наверное, получится очень долгим, но я просто гуляю. Я просто гуляю, я ни о чем не рассказываю. Просто показываю наибуход. Американскую жизнь. Вот здесь вот забор. А здесь уже дома вот так стоят. Не знаю, может быть, то есть с какой-то стороны можно будет туда пройти, вон к тем домам. Ну, заодно, чтобы не было скучно просто смотреть, я буду что-нибудь рассказывать. Так как я уже про вождение очень много рассказывала, и хотела рассказать природу моих страхов, но я вчера написала об этом в комменте. Если нужно будет, то я могу пересказать. Ну, я хочу сказать, что я пишу лучше, чем я рассказываю, потому что нас в школе очень хорошо учили писать сочинения. У нас были, вот на моем веку, я про младшие классы, вот так я-то помню учителей имя, отчество. Вот здесь вот я покажу. И этот, как они учили нас русскому языку, ну, где-то до класса, наверное, шестого. Это вообще было что-то с чем-то. Очень хорошо учили. И еще, ну, я назову их, Светлана Григорьевна, и учительница по русскому языку и литературе, и Галина Константиновна. Вот они так учили, что я пишу лучше, чем разговариваю. Ой, как аккуратно, красиво, прям неудобно даже вот на заглядывать там. Вот так здесь. Мы здесь много раз ездили на скутере, искали этот, купить дом. Ну, и на машине тоже ездили очень много, все объездили здесь. Поэтому то, что я показываю, то вот это все, как я уже говорила, 33 раза перепроверено. Постараюсь пальцем больше не показывать. Ну, вы смотрите. Смотрите, говорю ни о чем. Сегодня прохладно, хоть вот на небе туч мало. Вот здесь ползысак. Прохладно очень. Как я люблю. Вот прям чувствуется, что осень. Все-таки вот осень наступила после 22 сентября. Ну, вот так как я уже закончила... Ой, я, наверное... Нет, там есть улица, вспомнила. Закончила про вождение рассказывать. То хочу сейчас поговорить об одежде. Ну, вот у многих есть такое заблуждение, что в Америке можно так лучше одеваться. Никто на это не смотрит. Вот я сейчас шла по улице, да? Ну, по этой улице вообще не ходит никто. Ну, в смысле, ходят. Там есть, допустим, кто-то бегает. Кто-то прогуливается, как я. Вот так они собирают. У нас тоже среда сегодня убирают. Там хотелось бы мне тоже это заснять, показать, как это все делается. Раз в неделю. И вот я сейчас дорогу переходила. Ну, там еще и бомжи ходят. Бомжи ходят. Здесь их, так, не сказать, чтобы много, но есть. Достаточно такое количество. И вот я иду. И думаю, ведь меня, наверное, сравнивают. Ну, не сравнивают, а думают, что я бомж иду. Ну, одета я так, не сказать, чтобы дорого, не сказать, чтобы плохо. На мне вот розовая куртка Кельвин Клайн, которую я купила в Аутлете. Смотрела Ольгу Брукман и думала, что это хорошая одежда. Пошла купить себе. Но это было 2-3 года назад, я уже не помню. На ней нет карманов. И вот эта вот вышивка Кельвин Клайн, она резиновая. В смысле, на таких хороших Кельвин Клайн она будет вышитая, а у меня резиновая там приклеена. Но она, сколько стирая и сушу, она не отклеивается, не пачкается, ничего. Маша нас наезд, думала, сейчас замечание будет делать. Не знаю, чего она остановилась. Красивая женщина, очень там внутри была. Так вот, я хочу сказать про одежду. И вот я думала, что, наверное, меня сейчас принимают за бомжиху. Ну, на мне кроссовки, на этот, найки. Тоже в Аутлете я там же покупала. Письма Бич там у нас находятся, Аутлеты. Ну, несколько там очень мало Аутлетов, где я эти сумки Коуч покупала. И, наверное, нет, не Найнвест, а Кейт Спейт. Я тогда вот забыла название один раз там в каком-то ролике. Сейчас вспомнила, что Кейт Спейт у меня, вот этот держатель для телефона. Ну, просто я что хочу сказать насчет одежды, да? Вот меня могут запросто принять за бомжа. Вот что я иду по улице, потому что здесь в основном все на машинах передвигаются. А для просто прогулок есть вот эти специальные трейлы. И вот мне кажется, все-таки важно, как ты одета. Дорогие на тебе вещи или нет? Я вот так воспитывалась, да, что мне не разрешалось хорошо одеваться. Мне все время, ну, во-первых, я четвертый ребенок в семье. Я уже об этом говорила. Как-то мне всегда доставались обноски, которые я не хотела носить. Я предпочитала лучше ничего не одевать, чем чем одевать за сестрой там. Еще неизвестно, откуда это все прибыло. Но в основном поношенная одежда даже она и покупалась, в общем-то. В то время-то одежды не было. 60-е, 70-е, 80-е. Ну, 80-х уже более-менее пошло. Но все же приходилось в 80-х, приходилось много вязать, шить, чтобы что-то себе сообразить. Юбку, кофточку, платьишко. И вот моя мама и брат, они меня все время ругали. Если я, допустим, на стипендию что-то куплю, сумку там или еще что-то, они меня так ругали. И брат мне даже сказал, что хорошо одевается только в простеутке. Но если я, допустим, вот когда я уже начала работать, если я шла по базару, ну, там вот у нас в райцентрах, райцентрах, там не в столице, не в Ашхабаде, ну, вот я сказала столицу, ну, ладно, ничего страшного, то можно было какие-то хорошие товары приобрести, там, австрийскую обувь, там, или еще что-то, плащи, пальто, наверное. И если я ему покупала там австрийские сапоги или австрийские туфли, то это было нормально. Но если же я это делала для себя, то это был такой концерт, такой ураган это был, что потом тебе не захочется или 30 покупать ничего себе. Или, допустим, я одела хорошее платье, мне мои родственники, я не буду говорить, кто, там, мама, братья, сестры, соседи или еще кто-то, или еще кто-то из дальних родственников, они могли что угодно тебе сказать на это, на этот счет. И у меня все время такое было желание хорошо одеваться. Вот оно было какое-то вот дикое у меня, это желание. Так мне хотелось всегда хорошо одеваться, но у меня это никогда не получалось. Вот это вот мне, вот как бы это сказать, это мне не развело вкус. Мне не развело вкус и выбор, вот, выбирать эти товары и много чего. И у меня какой-то вкус специфический, ну и все еще упирается в то, что подешевле, поэкономнее или, допустим, по практичности вещь себе выбирать. И вот приехав в Америку сюда, да, здесь очень много хороших вещей, но где что покупать, я не знала. Я у себя-то в городе не знала, хоть жила и в столице, я не знала, где что покупать, потому что денег на руках особо не было, потому что все, всегда это отдавалось семье, все свои заработки, все свои прибыли. Все это в семью неслось. А уж там они, вот, могли выделить, допустим, я увидела пряжу, такая она была, с люрексом, там, я не знаю, ангоркой или что, стоила на 7 рублей 50 копеек. Мне могли выделить, вот, мне, допустим, на кофточку нужны 4 штуки. Мне семья могла 15 рублей выделить, вот, на 2. И вот ты что хочешь, то и делай с ней. Вот как хочешь, изощрись и сваргань вот из этих двух клубков по 50 грамм севе кофточку или еще что-то, какую-то одежду, в общем, чтобы прикрыть себя. Поэтому я, когда уже жила у мужа, и там такая же история была. Там точно такая же история была. Не одеваться, не кушать, не тратить на себя много денег. И я иногда выходила из дома, уже будучи замужней женщиной, имея ребенка, и все время удивлялась, как меня вообще из дома выпустили в такой одежде. Вот этому я удивлялась. Тоже это было что-то подешевле себе купить, что-то сшить так, чтобы хватило тебе вот этих вот метров или сантиметров. Машины ездят здесь, они так вот медленно едут. Мне кажется, что мне сделают замечание. Вот здесь вот тоже уйдет. Вот как его нарядили к Хэллоуину. Но я иду дальше туда, к лесополосе. Я могу здесь еще и заблудиться. Потом трудно будет отсюда выбраться. С какой стороны выберешься-то? Здесь ворот же много. И вот я продолжаю про одежду. Когда я в Америку приехала, я не знала, в каких магазинах что покупать. Но вот в отпуск я когда приезжала, во-первых, я с деньгами, с хорошими приезжала. Ну, по моим меркам, во всяком случае. То мы ходили в Мэйсис, и я там могла себе что-то купить. И подороже за 40 долларов, и подешевле за 8 долларов. У меня все это есть. Это все очень в хорошей сохранности. Потому что одежда в Мэйсисе, она хорошо носится. И в хорошем состоянии она остается. Не то что... И когда я жила в Алабаме, там тоже аутлеты были. И там был магазин Джесси Пенни. И Белк. Я заходила, уже 12 минут, но немножко поболтаю, и придется мне еще одно видео делать. Раз уж я сюда забрела. И Джесси Пенни. Так вот на вид смотришь, такой магазин шикарный. Все блестит, все в зеркалах, примерочные. Что хочешь есть. Я выбираю себе одежду, я никак выбрать ее не могу. Потом я выбираю, но подешевле 5 долларов, 8 долларов, 7 долларов. Приношу домой, вот только это, если пыль вытереть и выбросить сразу, даже тряпку не мыть. Я все время удивлялась. И потом как-то я услышала от Саши с секонд-хенд, что Джесси Пенни не хороший магазин. Там не стоит одежду покупать. Все, я... Ну это было уже поздно, я там уже весь гардероб себе там набрала. И я перестала там покупать одежду. В Бенке я тоже... Уже не было выхода. Мне нужно было на работу черной одежды, а я черных в последнее время вообще не носила. После смерти мамы в 2012 году я практически... Ну, походила там вот в трауре. Я так возненавидела черный цвет, что я перестала его носить. И вот все, что у меня есть черного, да, я стараюсь не иметь. Ну здесь вот на работу нужно было черное. черные брюки, черные туфли, черная эта кофта. Я в Бенке накупила там. Потом я узнала, тоже от каких-то блогеров, точно не могу сказать, от каких-то блогеров я узнала. Я туда дальше не пойду. Я вот здесь вот покажу вот эти вот рейстерни. Покажу, а дальше не пойду, потому что я могу заблудиться. А для меня это ну не очень хорошо, что я могу заблудиться, я буду плутать-плутать, потом меня кто-то вызволять будет. И в общем я купила там брюки, купила кофточку, они у меня до сих пор есть, тоже хорошего качества, тоже это неубиваемо. Ну брюки, конечно, работе там быстро порвутся. Ну не быстро, но во всяком случае с моей работой. Я считаю, что для меня это быстро. Может для кого-то и не быстро. Я вышла вот к той дороге, по которой я ходила, там где вот показывала этот Моглухомы это наибуху. Я даже не вышла, а просто вот здесь вот такой вот кругаляк, вот такой кругаляк. Оттуда я, конечно, не пойду, а я обратной стороной пойду. Здесь детская площадка, тоже вот здесь рейстерия. Я не вижу здесь, не вижу здесь. Или ладно, давайте я оттуда пойду, потому что то же самое вам видеть будет неинтересно. Кстати, я вчера загрузила видео 21 минута. Меня уже ничего не спрашивали, очень долго загружалось это видео. Ну, я поэтому больше 15 минут не буду делать. направлен Вы приходите если видео 21 минуты, вовсе видео 21 минуты. видео. Кто мне меня Oscar